Проект соглашения о разработке общего финансового рынка подписан в Москве на заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Общий финансовый рынок должен быть сформирован к 2025 году. Это касается ценных бумаг, страхований и банковской сферы. Также на заседании шла речь о формировании цифрового пространства ЕАЭС, основных направлениях международной деятельности Союза на 2017 год и о начале переговоров о создании зон свободной торговли с Индией, Ираном, Сингапуром, Южной Кореей и Египтом. Члены Совета ЕЭК подготовили проекты решений для декабрьского саммита президентов стран ЕАЭС. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды подготовило трёхлетний проект нацплана по внедрению принципов зелёной экономики в отраслях народного хозяйства Беларуси. 16 пилотных инициатив в сфере зелёной экономики презентовали накануне в Минске. Так в стране хотят наладить фитопроизводство. А среди экоинноваций – отделение крыш зданий по опыту стран-соседок. Финансируют проект Евросоюз, и бюджет его оценивают в 5 миллионов евро. Среди самых перспективных зелёных направлений для Беларуси, по словам специалистов, развитие экотуризма и электротранспорта. Финалистами национального отборочного тура конкурса «Евровидение-2017» стали 13 исполнителей. Среди них – как начинающие артисты, так и уже известные по предыдущим отборам исполнители. Участник финала, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования жюри и зрительского голосования, объявляется победителем проекта и становится официальным представителем Беларуси на международном конкурсе. Интрига разрешится не позднее 25 января.